Три уральские пенсионерки запустили заброшенный завод и заработали миллионы. А также, вполне вероятно, лишение свободы на некоторый срок, поскольку это далеко не рождественская история и подпольных предпринимательниц разоблачили. Прокуратура Челябинской области отчиталась о направлении соответствующего уголовного дела, о незаконном производстве алкогольной продукции в суд. Трех жительниц Челябинской области обвиняют в следующих преступлениях. Производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области. В марте прошлого года инспекция российского алкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу обнаружила на давно закрытом заводе три работающие автоматические линии розлива. Солидное количество пустой тары, а также более 31 тысячи бутылок водки различных наименований. Ну и сверх того, около 50 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. По данным прокуратуры, с ноября 2017 по март 2018 года предприимчивые пенсионерки успели выпустить и реализовать немаркированные алкогольные продукции под видом водки на сумму больше 7 миллионов рублей. Поленку, еще на 18,5 миллиона, уральские самогонщицы, в возрасте, между прочим, от 59 до 64 лет, продать не успели. Максимальное наказание за такие фокусы — штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет. Либо лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового. Ныне заброшенный ликероводочный завод работал в городе Верхнеуральске с 2001 по 2016 год, а затем был закрыт и законсервирован. А все оборудование оставалось в цехах. Одна из местных жительниц ранее работала на этом предприятии, и женщины проникли на его территорию, наняли два десятка подпольных сотрудников и развернули собственное довольно масштабное производство. И вот теперь после окончания следствия уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд. А между тем женщины восстановили производство не просто на каком-то там провинциальном заводике, а на историческом предприятии. Уже в 1885 году здесь выпускали местную уральскую водку под этикеткой «Столовое вино казенного винного склада купца Ивана Рассохина». И его продукцию дегустировал сам цесаревич Николай, будущий император России. А уже в 21 веке предприятие выпускало и фирменную верхнеуральскую водку, и крепкие напитки с поэтическими названиями «Тройка», «Метелица», «Барыня». В 2010 году верхнеуральская водка «Верста» получила золотую медаль московской агропромышленной выставки «Золотая осень». И тем не менее предприятие решено было закрыть. Продолжение следует... Продолжение следует...